В прямом эфире седьмого канала новости в студии Юлия Славинская. Здравствуйте! Одесская область активно готовится к холодной и снежной зиме. Госслужба по чрезвычайным ситуациям запаслась 12 стационарными и 9 подвижными пунктами обогрева. Еще 43 пункта и 165 электрогенераторов выделены местными органами власти. По словам исполняющего обязанности начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций обл. администрации Сергея Бронцова, что хоть метеопрогноз пока и среднестатистический, но чиновники готовятся к худшему. По сравнению с прошлым годом все запасы увеличены более чем в два раза. Именно исходя из тех неприятностей, которые мы имели в январе прошлого года, когда была очень сложная обстановка, были сильные заносы. Среди неприятностей, к которым готовятся чиновники, снегопады, гололедица, смерч, аварии на энергосистемах, в телекоммуникациях и водопроводе. Что касается подготовки дорог, то уже заготовлено 8600 тонн соли. Также есть 50 тысяч тонн песка, 2000 тонн холодной смеси. Запас топлива составляет почти 100 тонн. С 1 декабря в Украине будет введена система предварительной оплаты за коммунальные услуги. Президент Украины Петр Порошенко своим указом вел в действие решение СНБО от 4 ноября о состоянии обеспечения энергетической безопасности государства и неотложных мерах относительно устойчивого проведения нынешнего отопительного сезона. Но вот первое число совсем скоро. А в каком размере будет предоплата и как она будет осуществляться, пока неизвестно. Учитывая, что всего лишь в указе написано, доручи ты кабинету министра рассмотреть вопрос, и пока кабинет не рассмотрит этот вопрос, соответственно, никаких действий проведено не будет. Хоть и в указе написано, что это с 1 декабря ввести предоплату, но размер этой предоплаты с самими предприятиями не обсуждался. И, соответственно, говорить о размере пока абсолютно не стоит. Полмиллиона гривен, два автомобиля для воинов на востоке Украины. Много теплых вещей для защитников страны собрано в Ильичевске благодаря бессрочной акции с баражемого життя. С июля в городе прошло уже 19 мероприятий по сбору средств для помощи украинской армии. По мнению волонтеров, потребности солдат в зоне антитаристической операции не уменьшаются. Волонтеры уверяют, что делают все для победы и помощи воинам на востоке страны. Касса для бойцов пополняется не только за счет благотворительных взносов. Ильичевские волонтеры пекут сладости своими руками, создают патриотические изделия и продают их всем желающим. Сейчас в Ильичевске готовятся к большому декабрьскому марафону в поддержку украинской армии. Девиз акции не изменен. С баражемо життя. Картина ее жизни в ваших руках. 20-летней художнице прикованной к кровати Анне Литвиновой срочно нужна операция. У девушки спинальная амиотрофия, приведшая к сильнейшему сколиозу. Болезнь прогрессирует и сейчас. Анна почти не двигается, сидит всего час в сутки. Это время используют для обучения в двух вузах и написания картин. Помочь девушке могут финские врачи. Они готовы сделать коррекцию позвоночника. Но необходимо собрать 45 тысяч евро. Подробности у Татьяны Милинко. Она никогда не сбивала ногами утреннюю росу, не плавала в море и не пинала мяч. Анне 20 лет. И она не знает, что такое ходить. К сожалению, нам это спровоцировала первая прививка. То есть это началось очень рано. Поэтому фактически, можно сказать, после трех месяцев она начала, болезнь уже прогрессировать. Поэтому она никогда и не ходила сама. И по сегодняшний день, к сожалению, может сидеть она очень мало. У Анни спинальная амиотрофия. И как результат сколиоз. Всю ее жизнь болезнь прогрессирует. Позвоночник искривляется, давит на внутренние органы. Она не может самостоятельно привстать. Не может даже повернуть голову. Движутся только руки. И то с трудом. Поднять руку высоко я не могу. Только могу двигать эту часть от локтя. Но даже в таком состоянии девушка доказала, как сильно любит жизнь. Она борется с болезнью с улыбкой на лице. Прикованная к постели сумела поступить в два высших учебных заведения страны. Преподает живопись, изучает английский и китайский языки. Ни хао, Ниман. Писать картины ее страсть с 10 лет. Заниматься в художественной школе по состоянию здоровья Аня не могла. Поэтому педагог приходила на дом. Вот Анины работы, наполненные гармонией, философией и искренностью. Бывать в этой комнате девушка может всего минут 10. Сюда ее на коляске привозят родители. Они всегда рядом. Есть еще немного времени порисовать. Потом начнутся дикие боли, которые невозможно угомонить даже обезболивающим. К сожалению, сейчас я могу рисовать только час в день. Ну, максимум два. Потому что потом начинает очень болеть спина. И эти боли, они не проходят в течение всего дня. Вот. Поэтому работа движется очень медленно. Всю остальную часть дня мне приходится лежать. Но я все равно стараюсь что-то делать лежа. Вот так девушка работает над своими картинами. Вот когда мне тяжело дотянуться до противоположного картина, я переворачиваю картину, и я могу писать вверх ногами. Рядом кошка Нефертити, вдохновительница и лучшая подруга. Вместе с Аней работает над картиной «Голуби». Пейзаж, вид с крыши, панорама города. Какого-то европейского. Я не знаю, просто взяла у себя из головы все эти дома. Каждый видит в этом такой город, в который мимо хочется попасть. Да, хотелось бы, чтобы так было всегда и на Украине. Чтобы все жили мирно. Час прошел, и 23 часа лежать снова. 23 часа на мечте о том, как все изменится в лучшую сторону. Лишь бы успеть. И скорбеление позвоночника постоянно прогрессирует. Из-за того, что мышцы не держат кости. И из-за этого смещение органов. Поэтому нужно сделать мне операцию по... Операции по коллекции позвоночника. Которая будет его держать. И тогда я смогу хотя бы сидеть столько, сколько захочу. И еще не будет угрозы того, что я могу умереть. Эту операцию сделать лучше в Финляндии клиника Ортон. То есть оттуда есть уже подтверждение, что действительно возьмутся. Потому что именно при этом диагнозе не везде можно сделать эту операцию. И стоит она на сегодняшний день 45 тысяч евро. Конечно, к сожалению, нет у нас такой суммы. Все, что мы можем, мы делаем. И поэтому большая просьба только для добрых и неравнодушных людей. А еще в Аниных мечтах провести свою собственную выставку в следующем году. Семья Анни, как и сама девушка, очень надеется, что сможет ее организовать, самостоятельно открыть и продолжить дарить миру прекрасные картины. Это должна быть выставка с архитектурными работами. У меня будет картин 6-7 имена архитектуры. Потом я хочу еще серию морских работ и еще портреты. Часть своих работ девушка согласилась продать, чтобы заработать себе на операцию. Говорит, потом сможет написать еще больше. Если вы хотите помочь Ане Литвиновой, вот расчетный счет. А если хотите приобрести картину, звоните Аниной маме. Телефон тоже указан на экране. Татьяна Милимко, Алексей Сорокин, 7 канал. Сегодня день памяти Александра Маринеска. 25 ноября называют днем командира не только всеподводники, но и ученики 105-й одесской школы, в которой учился будущий командир знаменитой подводной лодки С-13, известной по атаке века. Старинные коридоры, по которым он ходил, открыли для себя и наши журналисты. Кто бы мог подумать, что по этим старинным школьным коридорам на Пастера-17 ходил будущий личный враг Гитлера. Звали его Александр Маринеска. Спустя почти 100 лет люди почтенного возраста читают здесь стихи в его честь. Таранил врага он дерзко торпедной атакой своей. Такие большие собрания 25 ноября. Здесь традиция. Это не день рождения, не праздник. В далеком 63-м году в этот день командир знаменитой подводной лодки С-13, известной по атаке века, ушел из жизни. Сейчас будет проходить линейка памяти для учащихся нашей школы. Сегодня мы вспоминаем о жизненном пути Александра Ивановича Маринеска. Дети посещают школьный музей. Мы попробовали найти место, где любил проводить время знаменитый подводник. Однако здесь за последние десятки лет проводилось много реконструкций и ремонтов. Даже надстроили третий этаж. Но где конкретно находился класс Александра Маринеска, и уж точно, за какой партой сидел будущий герой, осталось тайной. Он учился на шестой группе. Это были уже такие детки, которым по 15-16 лет. То есть он такой был, скажем, средней взрослости в районе нашего современного 8-9 класса. Учат здесь детей тоже не как везде. В 105-й своя особая дисциплина. Не по-военному, конечно, но порядок и уважение к старшим воспитывают точно. Много очень сотрудничаем с ветеранами-подводниками, с вообще ветеранами войны, афганцами. И, ну, знаете, вот общение с военными накладывает какую-то такую вот отчасти военную дисциплину. Ну, я считаю, например, и многие родители, и учителя согласны со мной, что это очень дисциплинирует детей. Именно поэтому, у кого не спроси в школе об Александре Маринеско, ответит каждый, даже самый маленький. Это великий подводник, который подобил атаку. Нет, военнизированный немецкий корабль. Атака бегающая. Анастасия Симонова, Сергей Чумаков, 7 канал. На этом пока все. Больше новостей в следующем выпуске. Оставайтесь с нами.